Уже несколько месяцев у меня какая-то апатия, я не понимаю, что со мной происходит. Сказали, кризис среднего возраста, как я с ним справился. Всем привет на канале ProNAS, меня зовут Сергей Панаков. А прежде чем начну рассказывать про свой опыт борьбы с кризисом среднего возраста, я прошу вас подписаться на канал моих детей. Это уникальные дети, которых я люблю, которые сказали, пап, мы хотим заработать на автомобиль, как нам это сделать? Я говорю, я не знаю, легенды ходят, что YouTube платит денежные средства, попробуйте там. И вот они зарегистрировались, проводят разное время, балуются, не балуются, ну, респект вам, если подпишетесь. Вернемся к теме кризис среднего возраста. Мне 32 года и буквально недавно, просто у меня падает настроение, я не знаю, что со мной. И моя супруга говорит, что с тобой, что происходит? Я говорю, я не знаю, у меня вообще нет никакого настроения. Она говорит, о чем ты думаешь? Я говорю, да я ни о чем не думаю, просто у меня плохое настроение. Мне ничего не охота, мне лень. А мой крестный отец, который, к сожалению, уже умер несколько месяцев назад, он мне говорит, Сергей, да это нормально все, это кризис среднего возраста, у меня такое было, ничего страшного, переживешь. Что такое кризис среднего возраста? Когда я был школьником, я смеялся над этим все, я слышал это понятие, но я предполагал, и она, может быть, бывает у одного человека на 100. А оказалось совсем не так. Когда я начал разбираться, что такое кризис среднего возраста, от чего он бывает и как с ним покончить, я наткнулся на такие интересные статьи психологов о том, что все происходит с нашего воспитания. Как мы воспитываем детей, как родители воспитывали нас. Да, я говорю, что ты самый лучший, ты самый умный, у тебя получится все, ты полетишь в космос. Но вдруг ты поступаешь в школу и учишься на тройке. Потом ты поступаешь в колледж, а не в университет, потому что не хватило ума. И когда ты в 30 лет очнулся и начинаешь смотреть на то, что ты добился, что у тебя есть, какие у тебя доходы, какие у тебя расходы, на чем ты ездишь, где живешь, кто рядом с тобой, есть ли дети, супруга и так далее. И от этого начинается, опять же, кризис среднего возраста. Ты начинаешь анализировать, ты смотришь на других, да, особенно сейчас это в новые технологии. Если ты инстаграм, те выставляют свою личную жизнь, да, что якобы мы отдыхаем на море, смотрите, мы на Бали, мы еще где-то. Ты просто, ну, ты сидишь на работе за компьютером, да, офисный червь, у тебя ничего нет. И отсюда начинается кризис среднего возраста, начинается ломка, уничтожение самого себя. Как с ним побороть? Как это у меня получилось? Психологи рекомендуют начинать заниматься любимым делом. То, для чего тебе, в принципе, мотивация не нужна. Нравится тебе вязать? Ну, начинай вязать. Нравится тебе фотографировать? Фотографируй. Если ты фотомодельный, на кастинг рекламируй какие-то бренды. Я начал вести этот YouTube-канал. До этого у меня его не было. И я все время переживал, что я буду говорить. Благодаря вот этому YouTube-каналу, благодаря тому, что я начинаю общаться с вами, записывать себя и смотреть на себя со стороны, я, ну, чувствую себя комфортнее. И вообще, говорят, надо делать то, что тебе страшно. Ребят, вот, в общем, проходит кризис среднего возраста, я надеюсь, что он проходит. Я начинаю понимать, что, в принципе, ничего страшного. Надо продолжать жить, с утра просыпаться, делать зарядку обязательно, слушать музыку, которая нравится, и делать то, что ты любишь. Если ты занимаешься самореализацией, получаешь для себя важную информацию, и применяешь это на практике, тебя даже и не коснется кризис среднего возраста. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, был ли у вас кризис среднего возраста. Если он был, то во сколько лет? Если он прошел мимо вас, ну, это прекрасно, вы не испытывали, не попробовали стать это ужасное вообще состояние, неприятное, неприличное, которое ты не понимаешь, да, вот эта потерянность свою. Напишите тоже об этом в комментариях. Если был, напишите, как вы справились, что вам помогло. И, может быть, ваш совет, ваш опыт поможет кому-то еще. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Мне было очень приятно. Его не надо никому не скидывать. Просто ставьте лайки, дизлайки, как вам удобно. Желаю вам здоровья, удачи и будьте богаче. Пока.